Приветствую, друзья! Я пошла на работу. Прям сраньяк, 9 утра. У меня сейчас Оля. А сегодня снегопад. А где весна? Вчера ж была. Сегодня уже нет. Весна где? Ну, так нечестно получается. Но тоже хорошо. Снегопад, снегопад! Если девушка просит... Ладно, осталось еще 5 зимних дней, поэтому ничего страшного. Можно и снежку пойти. Пять денечков ждем, и там уже будем за тобой. Весна. Глаз да глаз. Глаз да глаз. Маринель, вот я и пришла. Такой пустой торговый центр, еще никого нет. Я уже иду на работу. Никогда не устану ворчать на эту тему. Так, Оля должна быть у меня уже на дорожке. Сейчас проверим. Привет! Арни, здрасте. О, Лебятинка, хорошо выглядишь? Вот она она. Здравствуйте. Я уже перепугалась, думала, может быть, что-то не так. Пошло. А мы снимаем передачу о жизни простого российского тренера. Да ладно, мы все это время не снимали, представляешь? И знаешь, на какую тему у меня есть? Подождите, Оля хвастается. Какая? Простройство пищевого поведения. Да ладно. Психиатрия? Это ж моя любимая. Это анорексия, булимия, вот это все. Это ж так интересно. Положи исследования, где телефон пришел в апреле. Может, тебе подкинуть какую-нибудь анорексичку или булимичку? У меня тут есть одна знакомая, не я. Моя подруга. Если блюет, если блюет. Да-да-да, я шучу, я шучу. Купила я новые джинсы. Ну, новые джинсы купила, что? Я не знаю, что такое образование. Для мальчика в 16 лет. Да? Не, кофту купила в детском отделе. А джинсы купила 26-й. 26-й размер? Но они мне с вас будут. Жесть. Здесь я считаю просто необходимым вставить Олины фотки, вспомнить, какая она была. Вот она, мамина красавица. Стоит, румянится на бережку. Ну и, собственно, вот Олин прогресс. Я безумно просто горжусь этим чаечком. Оль, ты у меня просто такая умничка. У меня нет слов. Вот что происходит с теми, кто слушается тренера и четко следует планам питания. Как вообще люди доходят до того, что они впадают в крайности? Это проблемы психиатрические. Откуда они вообще это все берут? Надо быть худыми, это навеяно. Ну, это растерянство психики. Да? Ну, то, что... Растерянство психики, да. Просто один поддается, а другому нет. Кто подвержен? А это лечится? Это вообще можно убрать? Вот вообще искоренить. Ну, если это совсем сошлышанность, это уже ничего не сделаешь. А булимия, это когда она жрет, жрет, жрет и блюет. Ну, вот грубо говоря, да? Нет, но вообще булимия, это прям повышенное... Жирать и жирать. Жирать и жирать. Это в голове тоже, да? Нарушение? Может, не бливать, читать, а просто жирать. А, просто... Можно, то есть, не бливать. Не все опции можно использовать. Есть такие... Ну, я еще по психиатре работаю, там, с подростками и умственноставами. А-а-а. А они вообще жрут, что прям клеенку состава фигачат, салфетки. Господи, ты сейчас как будто про меня говоришь. Вот я... Знаешь, у меня такие дни бывают. Понимаешь, какие... Ты понимаешь. Раз в месяц. Ты фигачишь салфетки. Раз в месяц. Да, я раз смотрю, а я скатерть ем. Ну, все, пойдем работать. Нет. Неправильный ответ. Это актуально. Я же как тренер, у меня тоже были случаи, у меня девочки с анорексией тоже занимались. Людям очень сложно найти середину, всегда есть какие-то крайности. Когда наступил вот этот период моды на худобу, все начали повально худеть. Как раз вот начался пик заболеваний от этих анорексий. Подростков особенно. Да, я замечаю, что 13 лет. Ребенок в 13 лет уже обращается вот к этим вопросам о похудании. Я в 13 лет вообще не думала, что можно быть какой-то толстый и худой. Я была вот... Я была просто... Была девочка и все. Жила-была девочка золотистая. Я про что говорю, что крайности, крайности, что сейчас началась тенденция на спорт, на фитнес. Все начали повально химичить, мышцы там себе наращивать. Тоже с таким рвением, там, не знаю, девчонки. Ноги на химе, на ксандролоне, на этих всяких химических штуках. Там их голоса у всех. Сейчас я сама таким голосом после болезни говорю. А эти голоса у них уже... Да, нет какой-то середины. Мы не можем просто вот брать и быть нормальными. Почему? А если мы приходим ко мне? Пожалуйста. А если у вас есть отклонение? Если... Не обязательно. Ну да, да, да. Это очень хорошо помогает. Конечно. Я заметила, что девушки очень ведомы и очень зависимы от чужого мнения. Я даже по себе знаю. Я вот смотрю на себя в зеркало, мне все нравится. Ну красавица. Да, да, да. А вот скажи мне, не знаю, кто-то мне там какую-нибудь гадость напишет, скажет, типа, господи, а мне кто-то недавно написал, типа, господи, у нее что-то там вообще с лицом полная жесть, напутанная. Я начала на себя, думаю, господи, так, что у меня, что у меня с лицом, надо срочно задумать, потом думаю, так, стоп, Люб, ты идеально. Поэтому нужно все равно четко себе давать отчет, что все классно с тобой, какая бы ты ни была, ты должна себя любить, какая-то есть. Ну в любом случае, кто-то там вообще худеет, часто и срывы, нужно на психологическом. Ну это по-любому, конечно, это уже, это уже вообще все вот эти вот проблемы как раз с едой, пищевого поведения. Прежде всего. Да, из головы, конечно, это все из головы. Вот меня, кстати, все спрашивают, как это ты держишься, как это так по-пределать, работа психологическая лица. Ну я думаю, что это у Оли, вы знаете, в инстаграм, она записана как Северпес, у нее там куча всяких рецептов ппшных, но еще, оказывается, вы можете к ней на консультацию записаться, что она у нас специалист с широкого профиля. Сдаёт на высшую категорию. Сдаёт на высшую категорию. Психиатрия. Я не считаю, сколько? Раз. Давай, шесть. Еще. Семь. Оля посмотрела видео, где мы с Олесей делаем выпады, вот эти вот на смитинге со степом. Он говорит, Люба, пожалуйста, можно тоже такие сделать. Моя любимая папа. Да. Моя любимая папа. Да, да, да. Пожалуйста, такие же хочу выпады. Я видела, как Олесе нравится. Я тоже хочу. Ладно, Оля, так и быть. Хорошо. Я люблю их. Стопы. Правда. Оля сказала, что ей нравится. Но сейчас мы посмотрим, что будет в конце. Семь. Нет, уже не нравится. Восемь. Ногу больше назад, Оля. Оля, отставляй. Девять. Ага. Еще. Жене нравится, да? Молодец. Ну, хорошо же. Да. Я тебя сейчас буду фоткать на твой телефон. Ой, Оль, играет на камеру. Вот я тебя умоляю, просто как там Станиславский бы и помежала, да? Сказал бы, не верю. У меня есть просто подопечные, которых нельзя снимать. Я поэтому на тебе, на Олесе прям отрываюсь. Я же знаю, что вам пофигу. Вот. Мы любим камеру. Вот, они все уже живут. Вы понимаете, что раньше такая прям не нравилась ни в камере, ни в фотке. Я все равно уже, ну, я без бога получаюсь. Так одним боком станет, другим. Как бы втянуть. А сейчас что-то нормально вроде. Вот кто даст, что женщины 84 года? Кто даст? Будет через месяц. Вообще, пока вас мустрее. Два ребенка взрослых, школьника. Одна собака. Кот. Две кошки. Две кошки. Кто вот этой женщине даст? Бицепсы видны. Смотри, как классно. Я тебе говорю. У тебя вообще... А ну-ка напряги вот так вот. Не, не надо. Там же лебо отцовет внизу. Хорошо. Стой, как есть. Тоже хорошо. Он, видишь, как выделяет. Видишь, как у тебя Дельта красива. Красавица. Так, сколько вам лет? 16,5 лет дочке. Офигеть. Подожди. Сколько вам лет? Сколько вам лет? Что ты сказала? Сказала много. 18. Она говорит, ну я думала, ну 22, 25. Охренеть. Баба говорит, что ей 30. Самой тетке этой 30. Ага. Я говорю, ну мне больше. Ощутимо больше. Вот что. Фитнес животворящий делает. Положительный настрой. Да, реальный положительный настрой. Да, действительно. Когда ты живешь с положительными эмоциями, ты выглядишь подобающим образом. Видимо, у меня нет не особо сегодня положительной эмоции. Давай, Оля. Она тебя до сих пор ждет. Оля, Оля, иди ко мне. Давай. Приседай со мной. Не держись. Ой, давай, начинай. Сейчас сдохну, сейчас сдохну. Я говорю, не надо сдохивать. Ты не для этого сюда пришла, Оля. Я еще в Макдак идти, да? Да, да, да. 12 марта с Олей годовщина. Юбилей. Да. Будем где? В Макдаке будем отмечать? Я Макдак не ела больше года. Я как-то к нему и не тяготею. Не тяготею. Вот сущно у кем-то. Ходила пару раз в туалет, ты все. Вот истинное предназначение Макдональдса в туалет, туда зайти и все. И сколько разокажем? Как ты делаешь упражнение, покажи. Молодец. Два. Молодец, Оля. Три. Вот так, давай еще. Четыре. Как хорошо-то, ну. Давай. Один. Два. Она говорит, что ненавидит этот тренажер. Может быть, ты тоже ему не особо нравишься, знаешь, ей. Четыре. Пять. Он как увидит, как ты приходишь, сразу, о, нет, только не она. Сейчас же придет, ляжет на меня, слюни пускать будет. Давай, давай, давай. Пятнадцать. Отлично. Молодец. Понравилось? Очень. Не? Так, ну давай, чтобы сильно здесь он нас не бесил, мы будем с бабочкой чередовать. Пойдем. Пойдем. Сама же, сама же говоришь, она тебе не нравится. Вот, пожалуйста. Вот это тебе нравится, мадам? Мадам бабочка. Кроватку. Кроватку. Слишком много хочешь? Давай. Бабочка, хочешь, чтобы ты ее раздвигала? Один. Как бы странно это ни звучало. Два. Все, я отработала. Теперь мне нужно зайти в Western Union. для того, чтобы забрать денежки от наших дистанционных подопечных иностранных. Да-да, совершенно верно, вы поняли. Если вы находитесь, живете в другой стране, вы также можете к нам обратиться для того, чтобы мы сейчас помогли вам похудеть, составили план питания. Так что, пожалуйста, Италия, Греция, мы на связи. Обращайтесь. Горюш, минутка танцев. Я домой пришла. Как хочу я увидеть лишь твои глаза. А я то, что ты любила. Ну что за дела? Ну что за дела? Красиво старайся. Красиво танцует. Игорь, я же не могу одна танцевать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я тоже так хочу Ты только про ручку так говоришь У меня есть чернила, трать их, трать их Трафик в интернете Трать его, трать его, трать его Работа, работай, с собакой будь добр, погуляй Вышла на прогулку с пруке Вот он уже начал гулять Мы с Игоря нам долго спорили на тему Кто когда будет гулять с собакой Вот То я не могу, то он не может, то собака не может И решили сделать просто дежурство Один раз в день Он гуляет и один раз я Сегодня я за дневную прогулку отвечаю за утреннюю А Игорь отвечает за вечер Что я сейчас погуляю Но все равно Игореш когда гуляет Он с ним так не играет, как ему нужно А ему прям необходимо Очень много вопросов именно по Бруклину А именно Об его пароде Джек Рассел, Терьер Вот Я решила сделать отдельный блог Посвященный этой пародии Подробно расскажу Уже не какие-то там вырезки из интернета А по собственному опыту С чем сталкиваемся мы Воспитывая вот эту собачку Да, именно воспитывая Потому что с этой породы нужно именно так Это снега вообще насыпало охренеть Красота Катя и Люба Не знаю, область будет, наверное А может это? Мак? Мак, пойдем О, Мак, почему? А мы тебе не заметили Ой, блин, очень смешно, блин Дилды, бесите меня Все, ровно Давайте, давайте, работайте Издеваются они еще над тренером Давай, давай Щекол, Дины, дверь Что, не смешно уже? Не смешно уже? Смешно Ага Издеваются над бабушкой Как могут вообще? Бабушка и так тяжело ей Эти две еще Давай, давай Веселись Смешной А ты че ржешь стоишь? Ни стыда, ни совести А ты че у меня? Я не поняла, что за люди вообще такие? Эти ржут надо мной Это меня в лицо тыкает Кто это? Да, это Люба дурочка, конечно Давайте все ее обижайте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!